Добрый вечер Добрый вечер, Анатолий Здравствуйте, мои дорогие Чикакцы Я приветствую вас И сегодня у нас в гостях Человек, которого вы прекрасно знаете И уверен, любите Это замечательный российский журналист Политик, социолог Игорь Александрович Яковенко Здравствуйте, Игорь Александрович Здравствуйте Игорь Александрович, несмотря на мое к вам глубокое уважение Я сейчас вынужден употребить одно очень неприличное слово В Москве менее чем через 10 дней Произойдут, еще раз приношу свои извинения Выборы Это потому что назвать этот процесс выборами Ну это действительно, это слово уже довольно неприличное Но меня интересует другое Вот обратите внимание Сейчас в Москве идут аресты Нападения на незарегистрированных институтов Как бы вы могли вообще охарактеризовать Вот этот, я даже слово подобрать затрудняюсь Процесс Ну вы абсолютно правы Сказав, что это нецензурное слово выборы Я стараюсь использовать другие слова Такие как спецоперация, спецмероприятие, голосование Ну что-то в этом роде Потому что действительно выборов здесь конечно не будет Но это достаточно понятная история Потому что то, что происходит Вот этот вот уличный беспредел Массовые избиения протестующих на улицах Когда просто открыто совершенно ломали руки и ноги людям Когда открыто садистки совершенно избивали дубинками Били головами об асфальт Это все мы видели в огромном количестве Я вел репортажи со всех этих акций протеста И наблюдал это все просто вот вплотную То, что сейчас происходит тоже понятно Там Яшина уже пятый раз арестовывают Ну сейчас действительно вот это Жуткое совершенно московское дело Когда людям могут уехать просто на несколько лет Просто за то, что они вышли на улицу Значит причина понятна Реальный рейтинг Путина не превышает 10% сейчас Есть целый ряд показателей В том числе социологических Которые это убедительно доказывают Значит рейтинг Единой России Отсутствует вообще как физическая величина наблюдаемая Как просто Ну вот социологическая величина Он просто отсутствует Поэтому Единороссы, те люди которые идут от власти Они идут как самоводвиженцы Партия ушла в подполье Партия власти я имею ввиду Значит все это надо как-то компенсировать Потому что вариантов Когда в силу вот катастрофического падения доверия Лично к Путину и к партии власти Как было бы в нормальной стране Партия власти должна просто перестать ею быть А Путин должен был бы перестать быть президентом Этого не может быть в России Потому что этого не может быть никогда Потому что Если Путин перестает Быть президентом То у него два варианта Либо он становится трупом Либо он становится Заключенным Который ждет Приговора суда Других вариантов для Путина нет Он это прекрасно понимает Поэтому Вот это вот массовое насилие Вот это вот Так сказать Полицейский произвол Судебный произвол И так далее Все это будет происходить и дальше Понятно что Так сказать Вот То что Будет происходить Восьмого числа Ничего не изменит Понятно что Всевозможные глупости Которые здесь сейчас Так сказать Некоторые вожди оппозиции Выдвигают В качестве стратегии Поведения Восьмого числа Это все конечно полная ерунда Это полная глупость Довольно позорная Ну На самом деле Свержение путинского режима Это все таки такая Стайерская дистанция На которой совершенно непонятно Когда произойдет Финиш Финиш обязательно произойдет Я полагаю что финиш произойдет Тогда когда Вот этот вот Московский протест Он Перестанет быть московским Когда он станет Общероссийским Когда протест будет В Саратове Когда протест будет В Питере Когда протест будет В Улан-Удэ Во Владивостоке В Челябинске И так далее И тогда произойдет Следующая Очень простая Вещь Ведь Вот обратите внимание Московский ОМОН Сделал объявление Публичное Он приглашает Для Разгона протестов И подавления бунтов Внимание Подавления бунтов Мужчин Для службы В Московском ОМОН Иногородних Мужчин То есть идея Заключается в том Чтобы Пригласить людей Там из Челябинска Из Дзержинска Из Улан-Удэ Бить Палками Москвичей Ну и там Ботинками И так далее И на это В общем люди С удовольствием идут Потому что Москву очень не любят На самом деле Главная проблема Ну скажем такое Главное противоречие Сегодня России Это Разделение На Москву И не Москву Значит Это главное Фундаментальное Противоречие И это противоречие Обязательно Взорвется После конца Путинизма Потому что Когда путинизм Сгинет Вместе с ним Сгинет Россия В том виде В каком она сейчас есть В тех границах В которых она Существует Значит Ну это будущее Это ладно А я думаю Я думаю Что сожалеть О конце Российской империи Который Произойдет После того Как путинизм Сгинет Ну можно Сожалеть Да Там Были какие-то Приятные моменты Но в целом Это исторически Неизбежный Процесс Процесс Значит Сухой остаток Я думаю Что на сегодняшний момент Московский протест Не имеет никаких шансов На победу Но это важная часть Для того Чтобы Вот как-то Протест все-таки Был жив Сейчас в Питере Будут интересные события Вот Значит В Челябинске Происходят интересные события В Новосибирске То есть Вот эти вот Вот это голосование Единый день голосования Восьмого числа Там же идет Большое количество Выборов Ну не выборов Голосований Вы правы Считаю это Слово неприличным Голосований За мэров Городов За законодательные собрания За муниципальных Депутатов Что тоже очень существенно Вот это В огромном количестве Регионов Сейчас идет Будет это голосование И конечно Это подогревает Протест Потому что Люди возмущаются Тем что они не могут Выбрать себе Нормальную власть Значит Дальше Будет Слияние Этого протеста В единую волну И это будет Как сибирский пожар Который Никакая власть Потушить не сможет Причина Очень простая Потому что Включится Обязательно Так называемый Армянский Эффект Который мы видели В Ереване Когда Из числа Протестующих Выходит Женщина И показывая Пальцем На Представителя Силовиков На Силовиков Говорит Ашот Ты куда идешь Ты на кого Сейчас дубинкой Собираешься махать Ты на мать свою Собираешься махать Ты на своего Соседа На дедушку Собираешься С дубинкой идти И Ашот Не может идти Против своих Соседей Против своей Семьи Бить Чужих Москвичей Запросто Бить Своих Трудно Поэтому В той же самой Ингушетии Представители Силовиков Перешли на сторону Протестующих И для того Чтобы подавить Ингушский протест Пришлось Откуда-то Из другого Региона Завозить Если будет В целом Ряде Хотя бы В двух Десятках Регионов То Никакого ОМОНа Никакого Никакой Росгвардии Российской Не хватит То есть Путинизм Начнет постепенно Сдуваться И силовики Начнут переходить На сторону Протестующих Как это было В девяносто первом Году Мы это видели Игорь Александрович Но Вот тут у меня Как раз вопрос Вот какой Вы сейчас Сказали О том Что все Вот эти Вот стратегии Я очень коротко Скажу Стратегия Гарри Кимовича Каспарова О том Что Дистанцироваться Дабы Сохранить Моральную Чистоплотность Михаила Борисовича Сударковского Что Либо Голосовать За того Кандидата Который Против репрессий Либо Испортить Бюллетень Либо Стратегия Алексея Анатольевича Навального Так называемое Умное голосование Вы Раньше Это говорили Вы часто Конспективно Сказали Но это Бессмыслица У меня Другой вопрос А что Произойдет Не 8 А условно 9 Сентября Я Поясню свой вопрос Вот Обратите внимание Год назад 92% Населения России Были Против Пенсионной Реформы Были Митинги Были Пикеты То ли 24 То ли 28 Сентября Прошлого Года Я не помню Дату Но не суть Конец Сентября Путин После Трех Чтений В Госдуме После Утверждения Совета Федерации Он подписывает Этот Закон О пенсионной Реформе И Все Все Сдулись Все Проглотили Поэтому На мой взгляд Главный вопрос Не то что Произойдет 8 Сентября А условного 9 Сентября Ваш прогноз Я думаю Что 9 Сентября Конкретно Календарно Календарно 9 Сентября Не произойдет Ровно Ничего Значит Смысл Того Что я сейчас Только что Говорил Заключается В следующем Понимаете Да Мы сейчас Критикуем Там Лидеров Протеста За то что Их умное Голосование На самом деле Глупое Это Бесспорно И ни один Человек Не может Членораздельно Сказать Чем там ЛДПРовец Или Сталинист Или фашист Лучше чем Так сказать Официальный Представитель Власти Почему Но это все Даже Скучно Обсуждать Тысячи раз У нас уже Проговорено Мне неудобно Даже перед Слушателями Вашей программы Значит Смысл Вот в чем Власть Делает Чудовищное Количество Глупостей Она на это Обрещена Потому что Вот этот Вот Отрицательный Отбор Во власти Приводит К тому Что Ну На самом деле Это потрясающе То ввели Вот это Вот Так сказать Лишили Людей Пенсии Следом Объявляют Переход На четырехдневку Ну Любого человека Который знает Таблицу умножения Вызывает вопрос Ребят Если у вас Так сказать Нехватка Рабочих рук А удлинение Так сказать Отмена Пенсии Это Стало быть Имеет Единственный смысл Что Рабочих рук Не хватает Значит Надо чтобы люди Пенсионеры работали Значит Если у вас Нехватка Рабочих рук Ну Какого черта Вы Вводите Четырехдневную Рабочую неделю Понимаете Эти глупости Будут постоянно Существовать Они будут Постоянно Устраиваться Это будут Глупости Связанные С Украиной Это будут Глупости Связанные С Сирией Значит Путин Не может Существовать Без войны Он обязательно Существовать Внутренне Внутренне Эта Армия Которая Направлена Против Граждан Это Свыше Миллиона Человек И вот Рано или Поздно Денег Начнет Где-то Не хватать Все На этом Все Закончится Режим Рухнет Когда Первый раз Не заплатят ОМОНовцам Когда Первый раз Возникнет Реальная Проблема Связанная С выплатой Денег В этот момент Режим А это Произойдет Неизбежно Здесь Конечно Запад Может Кое-чем Запад Нам Не поможет Это очевидно Свержение Путинизма Это внутреннее Дело Россиян Тоже очевидно Но тем Не менее Ужесточение Санкций Это хорошее Дело И это В конечном Итоге Подрывает Экономику Путинизма И здесь Конечно Можно только Сказать В кавычках Большое Спасибо Тем людям Которые Все-таки Продолжают Общаться Пассы Там То приглашают Его Приглашают Россию Российскую Делегацию В парламентскую Ассамблею Пассе То Так сказать Делают намеки Что может быть Вернут его В восьмерку Ну Слава богу Этой глупости Не произошло Но тем не менее Вот эти вот Все Пассы Они работают На сохранение Путинизма Я надеюсь Что Все-таки На западе Будет Достаточное Количество Людей Которые Будут Противостоять Вот этим Полезным Идиотом Западным Я цитирую Владимир Ильича Незабвенного Конечно Вот И все-таки Более жесткое Противостояние Путину Будет во всем Мире Это Сработает На то Чтобы Внутри Страны Каким-то Образом Протест Приобрел Не только Политический Но и Социальный Характер Но Игорь Александрович При всем Уважении Но я Вынужден Усомниться В ваших словах В отношении Того Что Первый Случай Когда Условно Говоря Вот этих Силовиков Кинут Сейчас Постоянный Случай Но мы Все С вами Помним Вот это Издевательство Когда Весеру Нет Издевался Над Этой Пятеркой ОМОНовцев Которых Кинули С квартиры Сейчас Повторилась Эта ситуация Когда Какие-то Анонимные Росгвардейцы Их Кинули С Компенсации На Жилье Это Постоянно Происходит То есть Одного Случа Наверное Все-таки Ну Как бы Сказать Я Я Я Говорил Фигурально Я говорил О том Что да Безусловно Такие Случаи Были Есть Но Тем не менее Когда Это Приобретет Уже На самом деле Системный Характер Это Приобретет Системный Характер Деваться Некуда И плюс Когда Огромные Понимаете Вот я Все эти Все эти Митинги Протеста Я их Что называется Прошел Вот По всем По всем Улицам По всем Переулкам Я видел Вот так Вот Глаза в глаза На расстоянии Десяти сантиметров Глаза этих Полковников Подполковников Капитанов Майоров И рядовых Я прекрасно понимаю Я абсолютно точно знаю Что Они Вот Да Когда нас Двадцать тысяч Они Лупят дубинками Если будет Двести тысяч Они перейдут На нашу сторону Вот я это Я это абсолютно Точно знаю Я это Я их просто Видел Ну вы понимаете Есть огромное количество Микро Микро так сказать Эпизодов Которые доказывают Что это произойдет Просто доказывают Никакой площади Тянь-Анимэнь В России Не будет Не будет Потому что Так сказать Ну другой Другой социум У нас Слишком мало Китайцев В России Для этого Это все Все те же самые Сказки Про то что нам Надо было идти Китайским путем Еще каким-то Ну Нет у нас Такого количества Китайцев Нет такого количества Гонконгцев Вот Нет такого количества Японцев Немцев И американцев Тоже не хватает В России Поэтому у нас будет Совершенно свой Особый Пока что Отдельный путь А потом Когда Россия Исчезнет Как империя Будут нормальные Нормальные страны Которые Постепенно Вольются В общую Семью народов И Россия Перестанет быть Вот тем пугалом И той угрозой Человечеству Которым она являлась Последние годы Ну не последние Последние десятилетия И даже столетия Но недавно Геннадий Владимирович Гудков Он открыто заявил Что по его наблюдениям Если поступит Приказ Стрелять То по его наблюдениям Примерно 30% Готовы его выполнить Стрелять Смеется в виду Народ Вы с этим согласны Нет Я с этим не согласен Это Профдеформация Геннадий Владимирович Гудков Родом из КГБ Значит Да И это С одной стороны Достоинство Потому что Ну он знает своих С другой стороны Это профдеформация Я могу сказать Что вот накануне 91 года Ну Вы правильно сказали Что моя там Вторая Или первая профессия Это социолог И я очень тесно Сотрудничал С научным центром Управления Социологией МВД СССР И там были люди В погонах Но мне было важно Потому что Во-первых Я исследовал Внутренние процессы В милиции Тогдашней В криминальном мире И плюс к этому У них была Великолепная сеть По всей стране Ну Этих самых Опросных центров Которые позволяли Значит Я с ними общался Они говорили Игорь Ты не понимаешь Что такое Люди в погонах Значит Ты штатский человек Ты не понимаешь Нам дадут приказ Стрелять Будем стрелять Что произошло В результате Ничего подобного Мы видели То же самое Как Ну да Это была трагедия Когда трое Ребят погибли Под танком Да Три человека Тамарик Кричевский Да Да Это было Три человека Да Это трагедия Ну прямо скажем Погибли они Случайно Это подвиг Они герои Они останавливали Танки руками Погибли они Случайно Вот этот вот Танкист Он не хотел их давить Это произошло Случайно Поэтому А вот случаев Когда кто-то Начал бы стрелять Не было Начали переходить Начнут переходить Тогда Когда увидят Что основная Масса людей Против этой власти Начнут переходить Еще раз говорю Второе Это то что Вот если протест Станет общероссийским То включится Армянский вариант Никогда Ни при каких Обстоятельствах Ребята Которые живут В Саратове И сами ОМОНовцы Саратова Никогда Не будут Если они увидят Что на улице Вышел Саратов Они против Саратова Стрелять не будут Не будет этого Ну Не с Марса Они прилились Все Историческая память И понимание И социальная психология Все на это работает Ну может какие-то Отморозки будут Ну понимаете Тоже еще другая история Там сам Геннадий Гудков Говорит 30 процентов А остальные 70 Они что будут Молчать что ли Да они просто-напросто И с казарм Не дадут выйти Этим 30 процентам Я еще раз говорю Я Безответственно Сейчас говорить О том Какой будет сценарий Но еще раз говорю 30 на 70 Даже если Полностью Принять Версию Гудкова 30 на 70 Вот эти 70 процентов Силовиков Которые откажутся Стрелять Они не дадут Выйти из казарм Этим 30 процентов Садистам Да Садисты есть Там Мы их видим Это люди Мы их видим Этих садистов На улице Да Но их немного Ну как Понимаете Они же не с Марса Прилетели Это тоже Их трудно назвать Конечно нормальными людьми Этих Росгвардейцев Которые там Маршируют Сейчас Маршировали На улицах Москвы Но тем не менее Ну это 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 все-таки Люди Это люди Так сказать С которыми мы живем В одном обществе И поэтому В ситуации Когда нас мало Бьют Когда нас станет В 10 раз Вот даже просто В 10 раз больше Не надо там Миллионы 200 тысяч Уже не будет Этого избиения Уже начнут Переходить на нашу сторону Игорь Александрович Давайте мы сейчас Прервемся На короткую рекламу После которой Наши зрители Смогут задать Свои вопросы Итак друзья Рекламная пауза Дорогие друзья Мы возвращаемся В программу Юрия Гимельфарба Свободное мнение Напоминаю В гостях У Юрия Игорь Александрович Яковенко И в этом сегменте Наши гости С удовольствием Согласились Принять ваши Звонки Ваши вопросы Может быть Короткое мнение Прошу вас Очень настоятельно Придерживайтесь Ну максимально Лаконичных Высказываний И дайте Возможность Нашим гостям Ответить На ваши вопросы Номер телефона В студии 847 400 5200 И мы принимаем Первый звонок Добрый день Вы в эфире Во-первых Специолог Это не профессия Это раз Во-вторых Пусть применят К ним в Москве То, что Понятно Я удивлен Честно говоря Ну тогда и врач Это не профессия И учитель Это не профессия А единственная Профессия Это двор Да Ну я вам скажу Просто Хамов мы не воспринимаем Ни у нас в студии Ни на линии Поэтому Тут говорить Не о чем Дорогие друзья Прошу вас Если у вас есть вопросы Пожалуйста Задавайте Будьте Ну как Минимум Адекватны Спасибо большое Итак Продолжайте Пожалуйста Игорь Александрович Вопрос Ситуация Коренным образом Изменилась Ну я не знаю Помните ли вы Ситуацию 1962 года Не могу вам Я Продолжен Чисто Технологически Не было Интернета Не было Так сказать Относительно Независимых Средств массовой информации Ну кто-то Может быть Я не знаю Говорили ли об этом Наверняка Конечно Что-то Прозвучало В голосах Но Эта Информация Практически Ни до кого Не доходила То есть На самом деле В условиях Полной анонимности В условиях Полной закрытости Можно было Конечно делать Все что угодно Поэтому Ну вот Ситуация другая Не было Не было Зеркала Понимаете Можно было Безобразничать Сколько угодно Но не было Вот этого Громадного Социального Зеркала Который сейчас Подставляется К каждому Садисту И к Власти В том числе Поэтому Вот В условиях Абсолютной Темноты Был По сути дела В стране Был выключен Свет и звук И В общем Это Кардинально Другая Ситуация Кардинально Другая Ситуация Полная Закрытость То есть Об этом Никто не знает Понимаете Это то же самое Как Преступление Которое Совершается С абсолютной Гарантией Что об этом Никто не знает Единственное Вот Ну понимаете Это вот Знаменитый Психологический Эксперимент Я понимаю Что и социология Не профессия И психология Не профессия Это я уже понял Но тем не менее В порядке просто Так сказать Непрофессионального Дилетантизма Я могу сказать Что в психологии Есть же эксперимент Когда Огромное количество Людей Ну Значительное Количество Людей В разных странах Оно по-разному Фиксируется Готовы Готовы Совершить Какие-то Не очень Хорошие Действия Если они Точно Знают Что об этом Никто Не узнает Вот Это Это проблема Но есть цифры Конкретные В каждом Обществе Это знаменитый Эксперимент Он давно Известен В каждом Обществе Какой Процент Людей Готов Совершить Преступления Если об этом Никто Не узнает И здесь Вот Советская власть Она создала Ситуацию Когда О том Что Произошло В Новочеркасске Никто Не узнает Точно так же Как вот это Знаменитое Испытание Так сказать Царь бомбы На Урале Когда погибло Огромное количество Там Несколько тысяч Человек Погибло Об этом Никто не знал Значит Можно нормально А вот Ситуация С Чернобылем Уже Стала другой Вот даже Даже При советской власти Еще ничего не было Еще там Горбачев только пришел Еще там Еле-еле Что-то шевелилось Практически Никакой гласности Не было 1986 год Уже ситуация По-другому выглядела Уже невозможно Было скрыть А сейчас Конечно Ну Принципиально Другая ситуация Поэтому конечно Сравнивать С Так сказать 1962 годом Совершенно невозможно Господа Прошу прощения Все линии Говорят Давайте Примем Пару звонков Добрый день Вы в эфире Добрый день Моему большому Сожалению Никакой Армянский Эффект В этом случае Не сработает Ничего В сущности Не поменялось Как в гражданской Добрый день Братья Рубили Братья То же самое Произошло Точно так же Произойдет И сейчас Я вам хочу Напомнить Добрый день Добрый день За вопрос Сторонников Сторонников Каждый Каждый из которых Защищал Своё Кровное Понимаете Мы Прекрасно Понимаем Сколько Да Соотношение Сил Было там Чудовищно Неравное Там Белая Гвардия Так сказать Это были Сравнительно Немногочисленные Но тем не менее И в Белой Гвардии И казачество Защищали Свои Идеалы И свою Собственность Своё Имущество Там люди Бились За Своё То же самое Там Коммунистическая Идея Она была Это была Идеология У путинизма Во-первых Нет Никакой Идеологии Вообще Вот Путинизм Это Удивительное Явление Это Тоталитаризм Без идеологии Вы не можете Представить себе Книжку На которой написано Путинизм Открываете А что там написано Какой там образ Будущего Нет его Путинизм Никто не будет Защищать Точно так же Как никто Не защищал Советский Союз Когда сдохла Коммунистическая Идеология Ведь в конце Уже в конце Восьмидесятых Годов Никто не верил Вообще В то что Будет когда-то Коммунизм Никто Не было человека Ну кроме там Неских сумасшедших Которые верили бы В то что Коммунизм Так сказать Отражает Какую-то реальность Точно таким же образом Игорь Александрович Я вам скажу Что я вот Как раз В восьмидесятом году Когда учился На третьем курсе Университета А как вы знаете Каждый семестр Тогда была Вне зависимости От специальности Общественно-политические Дисциплины Мы изучали Программу КПСС Принятую На двадцать втором Съезде партии К восьмидесятому Году Будет коммунизм Мы Студяги По девятнадцать Двадцать лет Мы уже тогда Смеялись Надо этим Да нет Ну все Конец Это Конец семидесятых Мы уже надо этим Смеялись Поэтому Поэтому Когда Рухнул Советский Союз Ни один Человек Не пошел Его защищать Обратите внимание Это я вот Нашему слушателю Который Очень интересно Построил Вот свое возражение Мне Ни один человек Не встал На защиту Советского Союза А вы меня извините Это Десятки миллионов Комсомол Члены партии Члены профсоюзов Бюрократии И так далее Когда была Вот эта вот Вся история Когда снимали Памятник Дзержинского На Лубянке Все эти ребята Которые сидели Так сказать Нашим Штирлице И прочие Прочие великолепные Бойцы Рыцаря Плаща и кинжала Сидели за своими Стеклами И дрожали В мокрых штанах Значит Боялись Высунуть нос Ни один не вышел И не сказал Что вы делаете Понимаете Не защитил своего Железного Феликса Никто не вышел Я могу совершенно точно Вот сейчас Ну понимаете Надо чувствовать Просто общественную Обстановку На сегодняшний момент Почему все эти Единороссы Идут как Самоводвиженцы Никто не выйдет Сейчас за Единую Россию Вот Вы знаете Еще одно очень Маленькое наблюдение Это важный вопрос Очень Очень важный вопрос Вот когда я был На всех этих Митингах На акциях Протеста Да ОМОНовцы Защищали Они просто По долгу службы Но ведь если Раньше мы помним Что были Всякие тетушки Были тетушки Которые Так сказать Я помню Еще когда На Пушкинской площади Там прислали Казаков Каких-то Ряженых Скомарохов Которые попытались Там Кого-то избивать Ну было это Сейчас Ни одного Ни одного Ни одного Представителя Вот этих Вот многочисленных Нодовцев Там И прочих Провокаторов Их не было Почему По очень простой причине Потому что Они прекрасно понимают Что сила не на их стороне Гражданская сила Поэтому никакой Гражданской войны Не будет Что будет Вот что может быть Действительно проблемно Когда вся эта империя Рухнет Когда будет развал То тогда Могут возникнуть Серьезные конфликты И гражданские Столкновения В том числе Вооруженные К сожалению По поводу Раздела По поводу Раздела границ Вот это вот Самая главная Проблема Которую надо Избежать Поэтому Вот Что касается Путинизма Его защищать Никто не будет А вот драка За границей Возможно Спасибо большое Давайте ответим Еще на пару вопросов Добрый день Вы в эфире Добрый день Добрый Вопрос Игорь Александрович Пожалуйста Прогресс Власти Особенно Не здорово Касается Вот Проблема С Северодвинском Показала Что так же Успешно Давит информацию Как и во времена Чернобыля Несмотря на интернет И все прочие Средства Средства связи И второй вопрос Ну понятно Что это Гвардия Серая масса Лица За масками А вот Судейский корпус Женщины В основном В открытую Прессуют Оппозиционеров Как хотят Не боясь Ничего Как это оцениваете Игорь Александрович Спасибо Спасибо Два вопроса Разных Значит итак Первый вопрос Ну все таки Я бы не сказал Что Удается Полностью Скрыть ситуацию В Северодвинске Потому что Информация о том Что там Радиационный фон Повышен Информация о том Что Значит Перестали Наши эти самые Станции работать Которые дают Ну вернее Они работают Но они перестали Давать информацию Эта информация Проходит Скрыть не удается Прежде всего Еще потому Что информация Стала глобальной У нас Интернет Позволяет Сразу же Отследить Все что происходит Поэтому Скрыть Не удается В том числе И то что Там Двое Умерли Которые Имели отношение К спасательным работам Два водолаза Умерли Эта информация Сразу же Стала известна Поэтому Ситуация с Чернобылем Она уже Не повторится Это первое Да Пытается Власть Пытается скрыть Не получается Все равно Правда Просачивается Это первое Второе Что касается Судейского корпуса Ну Слушайте Есть Целые Касты У нас В России Сейчас Создается Кастовое Общество Судейская Каста Это Каста Это люди Которые Полностью Являются Частью Вертикали Власти Они полностью Зависимы от Президента Никакого Независимого Суда У нас Это Люди Которых Покупают Они Получают Очень Приличные Деньги Люди Которые 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 Кроме Того Как Сажать В тюрьму Людей Мы знаем Статистику Что Процент Оправдательных Приговоров 0,2 Процента То есть Если человек Попадает В жернова Этой машины Он Стопроцентно Оказывается В тюрьме Это Известная История Да Они Это Вот Такая Купленная Каста Точно Так же Как Каста Людей Которые Работают Лицами В телевизоре Да У них Происходит Такой Естественный Отбор Люди Которые Туда Попадают Они Просто Проходят Фейс Контроль В том Плане Что у Них На входе Ампутируется Совесть Ну Так Получается Да Вот Такой Отбор В конечном Итоге Я абсолютно Убежден Что в отношении Судей Нужна Вообще Слово Люстрация Это очень Тяжелое Серьезное Слово Но в отношении Судей Сто процентно Нужна Люстрация Просто Люстрация Вот все Судейские Так же Как Представители Советской Торговли В нормальные Торговые Современные Комплексы Не брали Просто По факту Что он Работал В советской Торговле Точно так же Нельзя Будет Использовать Судей Которые Работали В путинских Судах Это вот Ситуация Такая Спасибо Большое Я потому Что помню Прекрасно Как в начале 90-х годов Были Объявления В торговых Фирмах С припиской Лицам Не имеющим Опыт Работы В советской Торговле Свидетельство Это было Интересно Давайте Примем Следующий Звонок Добрый день Вы в эфире В Чикарске Убивало детей 16 пуль И все было хорошо То есть Там точно так же Нужно делать Как в Израиле Как в Чикаго Понимаете Когда они будут Понимать Что такое Америка Что они хотят От меня Чтобы я им помог Так я им могу Помочь Как на Западе Я могу их ликвидировать И они получат Запад Они хотят Чтобы их Стравили В домах Как на Западе А что они Знают о Западе Что они Туфту гонят Да Я не очень понял вопрос Если я правильно понимаю То нам рассказали Как ужасно на Западе Игорь Александрович Я вам скажу Вы не только Не поняли вопрос По-моему Сам человек Не понял вообще Суть того Вы знаете Я просто хочу Привести Замечательный пример Когда Мы Я освещал Вот этот вот Протест 27 числа Это вот были Самые такие Ужасные избиения Столкновения Там То каждый раз Обязательно Какой-нибудь Подвыпивший Гражданин Подходил И говорил Что так сказать Ну вы что хотите Что Вот вас здесь бьют А знаете Как на Западе бьют Ну я Судя по виду Это явно Так сказать Человек Который Значит Никогда в жизни За пределы Своего Так сказать Бирюлева Не выезжал Ну вот Случайно оказался На Пушкинской площади Вот он рассказывает Об ужасах Запада Я так понимаю Что данный гражданин Который сейчас Пробился к нам В эфир Он тоже Скорее всего Откуда-то из Бирюлева Ну да Где-то так Скажи Ерли Александровна Скажите пожалуйста Это уже Мой вопрос А вот Факт того Что Настолько Низкая Оправдательная База Не является ли Это тем Что Или причиной Бесплатная Рабочая Сила Как вы думаете Бесплатная Рабочая Сила Чья А вот Тех Которых Сажают То есть Они представляют Собой Бесплатную Рабочую Силу Может ли Это быть Вот Причиной То и Низкая Оправдательная База Нет Я считаю Что это Аргумент Не вполне Состоятельный Вернее Совсем Не состоятельный Вот почему Потому что Мы знаем Что В том числе И очень Обеспеченные Люди Которые Могут Позволить Себе Очень Квалифицированных Адвокатов Все равно Оказываются В тюрьме То есть Если вы Имеете Ввиду Что Они У них Нет Просто Так сказать Срез На хорошего Адвоката То это Не так Потому что Ну В частности Лучшие Адвокаты Вот сейчас Защищают Тех же Самых И Яшина И всех Остальных Но тем не менее Яшин получает Пятый срок Подряд Адвокаты Которые Защищали Михаила Борисовича Ходорковского Я думаю Что он мог Себе позволить Самый богатый Человек В России Мог себе позволить Хороших адвокатов И мы их знаем Если я Просто Хочу Еще раз Вот Адресоваться К этому Комическому Высказыванию Которое Один из наших Радиослушателей Только что Привел Что социолог Это не профессия Я должен Сказать Что ну В какой-то степени Можно так сказать Потому что И юрист Уже перестает Быть профессией В России В России Понимаете Когда нет Права Вот в чем Проблема Проблема Не в том Что у нас Бесплатная Рабочая Сила И нищие Люди Не могут Себе позволить Адвоката Проблема Заключается В том Что ценность Адвоката Сегодня определяется Не его Квалифицированностью А его Так сказать Личным Знакомством С судьей С прокурором С соследователем И с дознавателем Вот если он Может найти И отсутствием Политической воли Если есть Политическая воля То самый сильный Адвокат Бессилен В России Бессилен Абсолютно В этом смысле Профессия Адвокат Она немножко В России Теряет смысл Понимаете Так же как Там Мастер спорта По плаванию Будет бессилен Если в бассейне Нальют воду Да Я Скажу Очень коротко Я не помню Кто это сказал Что адвокат В России Это носильщик Человек Который Носит Чемоданы С деньгами И знает Куда занести Кому занести И сколько занести А что касается Того Что бесплатная Рабочая сила Я ведь и с другой стороны Отвечу На этот вопрос Дело в том Что опять же Игорь Александрович Прав Что сейчас Иной технологический уклад Рабский труд Во времена Сталина Когда нужны были Бесплатные рабы Для строительства Беломорканала Волгодонканала Комсомольсканамури И так далее Это было Экономически Оправданно Сейчас Бесплатная Рабочая сила Она Извините Нафиг никому не нужна Сейчас Ну да Ну человек Он может Копать Может не копать Может шить Рукавицы Может шить Фартуки Но Это Не Сделает Прорыв Да Во времена Сталина Давайте При всей моей Нелюбии Сталина Но давайте Назовем вещи Своими именами Во времена Отца народов Строительство Беломорканала Ну это был Какой-то Прорыв Строительство Магистрали Там От Воркуты До Там Мчит Курьерский Воркута Ленинград Да Это было Оправдано Да Тогда Вот эти стройки Ну В них был Какой-то Экономический Смысл Скажите Мне пожалуйста А какой На сегодняшний день Экономический Смысл Нагнать Сотни Тысяч Рабов Которые С лопатами Когда Работу Может Выполнить Один Экскалатор Ну Смысла В этом Экономического Нет Поэтому В данной Ситуации Вряд ли Причина Этого В том Что Действительно Вот даже Если мы Почитаем С вами Друзья Конституцию Российской Федерации Как Формирует Судейск Корпус Он Даже По Конституции Назначается Главой Государства Председателя Верховного Суда Там Областного Районного И бла-бла-бла Они Назначаются А Мильпардон Кто Девушку Ужинает Тот И танцует Тут Как Так Дорогие Друзья Но У нас Уже Время Нашей Передачи Подошло К концу Игорь Александрович Спасибо вам Огромное За Интереснейшую Беседу Анатолий Спасибо вам Огромное За Помощь В проведении Интервью Дорогие Друзья Спасибо вам За ваши Замечательные Вопросы Но Как всегда Напоминаю Выводы Только вам До встречи До встречи